Роман Ильтимиров уже четыре года увлекается гиревым спортом. Ещё одна ученица Стуловской школы – Виктория Пупышева, девятый год в акробатике. Спорт прочно вошёл в жизнь и других жителей деревни, так что участие стуловчан в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» стало делом закономерным. В качестве итога – открытие спортплощадки, предназначенной для сдачи норм ГТО. Уличный спортивный объект расположен на территории школы. «Здесь уже побывали практически все жители деревни Стулова. Кто-то с экскурсией, кто-то уже конкретно занимался. Я был свидетелем даже, когда были трёхпоколенные семьи, которые здесь пробовали снаряды и показывали, как нужно молодым делать. Мне это очень нравилось смотреть». «Очень удобная площадка». «Сделано хорошо». «Практично. Надеемся, что долго простоит». Выиграть средства для строительства площадки было не так-то просто, говорит директор школы. Но всё же получилось. Подрядчик – челябинская фирма. Гарантия – три года. Но местные жители надеются, уличные тренажёры простоят дольше. «Эта площадка расположена на территории школы, но благодаря тому, что были внесены изменения в законодательство, этой площадкой в неурочное время могут пользоваться все жители, и это будет способствовать развитию массового спорта. И вот не так давно у нас прошли соревнования на приз губернатора Кировской области, соревнования по ГТО в нашем открытом спортивном центре в Вересняках. Этот объект в ближайшее время станет областной собственностью. Это не последнее соревнование. Там приняло участие более 300 человек, более 30 команд со всех районов Кировской области. Я думаю, что эта площадка поможет вам подготовиться и показать на следующих очередных соревнованиях хороший результат». «Друзья, уже не терпится посмотреть, как вы будете готовиться на этой площадке к будущим выполнениям норм ГТО. Я желаю вам быть крепкими, здоровыми. Но понятное дело, что площадка будет загружена максимально детьми, подростками. Но хотелось бы, чтобы как можно больше людей старшего возраста приходили на эту площадку и занимались физической культурой. Друзья, вам успехов в спорте. Спасибо». Спортивный объект позволяет не только сдавать нормы ГТО, но и активно тренироваться. Он уже полюбился воспитанникам отделения лыжных гонок местной спортивной школы. «Есть тренажёры, плечевой полос хороший. Пресс качать можно очень хорошо, особенно мальчикам. Кто не может слабый плечевой полос подтягиваться, они учатся тут. И это очень помощь большая. Для нас, как для лыжников, секций, это очень хорошая площадка. Особенно проводить общую физическую подготовку. Появились новые тренажёры, как бы и сухо бывает на ней всегда». «Мы сделаем всё для того, чтобы бережно к ней относиться. Ну и для этого делаем. То есть она находится под видеонаблюдением, постоянно мы за ней отсматриваем, проводим беседы и с ребятами, и со взрослыми, которые здесь занимаются. То есть мы сделаем всё для того, чтобы эта площадка жила очень долго и долго нас радовала. «Я надеюсь, что скоро на территории нашей школы появятся ещё спортивные объекты, потому что школа спортивная, на самом деле ребята подвижные. Ну, могу факт такой принести. Мы один раз сочетали, сколько велосипедов у нас находится у школы. Вот представьте, первую смену учатся 450 человек, и 75 велосипедов стояло у входа в школу». Планы есть. Подробнее о них и о том, что уже сделано, расскажем в одном из наших следующих выпусков новостей. «Я надеюсь, меня...»